Соглашение о сотрудничестве между правительствами Севастополя и Москвы готовили полгода. В октябре мэр столицы Сергей Собянин был в нашем городе и осмотрел объекты, которые включены в программу. На Государственном совете в Ялсе документ был подписан. В развитие Севастополя из бюджета Москвы за три года инвестируют 22 миллиарда рублей. Большой акцент будет сделан на развитии городской среды. Это запуск новой программы для города, ремонт подъездов, порядки 600 подъездов в год. Это увеличение работ по освещению. Если в этом году мы потратили порядка 80 миллионов, в следующем году это будет 200 миллионов. Это благоустройство наших дворовых территорий. Фактически в полтора раза мы в следующем году увеличиваем объемы работ. Это парковые пространства. Все эти объекты в качестве обоснования, перед тем, как мы подписали соглашение с адресами, были представлены в правительство Москвы. Почти 4,5 миллиарда рублей предусмотрено на здравоохранение. Отремонтированы будут практически все медицинские учреждения Севастополя. Закупят больше тысячи единиц оборудования для больницы-поликлиник. Около 7 миллиардов рублей направят на благоустройство и создание комфортной городской среды. Свыше полутора миллиардов рублей запланировано на капитальный ремонт городских парков и скверов. Убежден, что все самые значимые для города объекты в рамках этих средств удастся привести в достойное состояние. 2 миллиарда составят инвестиции в спорт, культуру и туризм. Москва продолжит поддержку культурных мероприятий. В следующем году это будет 75-е годовщина освобождения Севастополя, празднование пятилетия воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, День России и День города. По соглашению будет отремонтировано 30 дорог и закуплено больше 40 единиц техники. На образование направят почти 4 миллиарда рублей. В сфере образования программа сотрудничества включает в себя капитальный ремонт свыше 200 объектов образования от дошкольного до среднеспециального. 39 школьных спортивных площадок будут полностью реконструированы. Будет приобретено оборудование для 25 объектов новостроек. Работа для того, чтобы Севастополь получил такие возможности для развития правительством региона проделана огромная. И стоит отметить, представители не всех ветвей власти готовы привлекать в город дополнительные средства. Некоторые депутаты даже не интересуются процессами, которые происходят в Севастополе. Хотя соглашение было подписано еще в конце прошлой недели, в среду, 28 ноября, депутат Татьяна Щербакова продолжала не верить. Извините, говорить не о чем. Принятие бюджета – бюджет – это конкретное финансовое обязательство, под которое можно выделять средства. А соглашение пока только планируется. А пока оно будет юридически завизировано, уже можно будет начинать ремонт этих объектов и перебросить средства на другие объекты. Знаете, как говорят, верю это в церковь, а у нас бухгалтерия. Соглашение напрямую связано и с изменениями в бюджете города на 2019 и два последующих года. На ремонт севастопольских школ потратят теперь не около 130 миллионов, предложенных в поправках Щербаковой, а гораздо больше. Капитальный ремонт учреждений образования, который предложила в своих поправках госпожа Щербакова проекту бюджета города, в полном объеме включен в эту программу. Кроме того, специалисты из Москвы будут оказывать и методическую поддержку, в том числе в сферах образования и здравоохранения. Соглашение о сотрудничестве – это только начало. До конца этого года должны стартовать процедуры закупок. Размещена конкурсная документация по всем объектам, работы по которым проведут в 2019. А первые деньги в рамках соглашения – 6 миллиардов рублей – поступят в Севастополь в течение двух недель.